Приветствую вас. Начать мой ответ я бы хотел с того, чтобы задать вам вопрос. По какой причине вы хотели бы, чтобы ваша проблема была резкой? Уж недостаток ли во внимании вы испытываете? То есть, не обесцениваете ли вы себя таким образом? То есть, вам хотелось бы, чтобы ваша проблема была редкой для того, чтобы на неё больше обратили внимание людей, получается так. Это позиция жертвы. Я не исключаю того факта, что понял, как-то неправильно, или, может быть, вы выразились неточно, или, может быть, вы подразумевали иной контекст. Вот, может быть и так, но я ориентируюсь исключительно на текст, кроме текста у меня больше ничего нет, поэтому простите меня, пожалуйста, если есть какие-то недочности. Да? Но, когда вы пишите, у меня, к сожалению, не такая редкая проблема, как хотелось бы, это говорит одно, что вам хотелось бы, чтобы проблема была более редкой. Но для чего? Зачем? Далее. Далее у вас идёт описание вашей проблемы, я зачитывать не буду текст. Скажу только, что вы, в принципе, правы, что задаёте вопрос, расстаться вам или продолжать бороться? На самом деле, здесь есть несколько пунктов, которые я хотел бы отметить. Первый пункт, это то, что вы уступаете, вот в сорок, да, вы уступаете, вы уступаете не для него, а не для своего мужчины, вы уступаете для себя, то есть вы делаете это для себя. Вы уступаете потому, что вы считаете, что так правильно, так нужно, так верно, так логично, так справедливо. И если вы считаете, что вам легче уступить, если вы мудрее, ну, допустим, что вы уступите и будете уступать всё время, потому что вы понимаете, что вот так, да, это залог отношений, залог отношений, это принятие другого человека полностью. Вы приняли своего мужчину ревнивым, вы приняли своего мужчину таким, как он есть, и несправедливо, то, что вы теперь его принимать отказываетесь, вот. То есть вначале вы молчали, да, а теперь не можете не обращать внимания. А с какой стати молчали? Думали, изменится? Думали, мужчина станет другим? А с какой стати? С какой стати ему становиться другим? С какой стати ему меняться? Откуда у вас такая наивность? Если вы говорите, что взрослая, что сами всё знаете, наивность откуда? Чем наивность продиктована? Что вы ждёте изменений взрослого человека. Либо вы, опять-таки, обесцениваете его, ну, потому что обесцениваете что-то в себе. Либо, либо есть что-то ещё, что нужно выяснять. Да? Это такой момент. Далее, значит, в общем, суть, как бы, претензий, да, в том, что вы не приучаете их делать бытовые дела и всё делаете сами. Вы, Ольга, соглашаетесь с тем, что действительно придирки обоснованы. То есть, что, как бы, дети, ну, должны, наверное, всё же делать какие-то вещи самостоятельно, да, в быту. Потому что не всегда будет у них мама, да, не всегда у них будут родные, которые могут помочь, вот, и приспосабливаться, собственно, к самостоятельной жизни нужным. Вот. Меня интересует только такой момент. Вот вы говорите, что придирки обоснованы, но при этом люди сами говорите, что я взрослый и сама решаю как воспитывать детей. Так обоснованы придирки или вы считаете, что справедливо человек вам указывает на это? Обоснованы ли придирки или вы считаете, что, как бы, ну, что сами решают, как и что вам делать? Согласитесь, это довольно, довольно странная позиция, противоречивая. Нужна более чёткая позиция по данному вопросу. Либо я соглашаюсь, что мой мужчина прав и стараюсь детей приучать, чтобы они делали что-то самостоятельно. Либо я не принимаю того факта, того факта, что мой мужчина говорит, да, и продолжаю действовать вот так, как действую, да, то есть продолжаю делать всё за детей сама. Но при этом сознаю ли я последствия, к которым я детей веду? А почему я всё делаю за них сама? Может быть, из-за чувства вины перед кем? Перед ними? А чем оно вызвано? А помогает ли детям это чувство вины? Какую цель преследуете вы? Что получается по факту? Вот. Преанализируйте это, но в любом случае, что бы вы ни решили, нужна чёткая позиция. А не такая позиция, что придирки обоснованы, но я взрослая и сама решаю. Да? А следующий момент — ревность. 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 Со средностью всё не так однозначно, потому что, с одной стороны, ревность — это, конечно, проблема мужчины, и решать эту проблему нужно ему самому. С другой стороны, с другой стороны, вы его, опять же, таким приняли, и, на мой взгляд, если вы перестали его принимать сейчас, то следует ставить вопрос о том, какова природа того, что вы друг с другом не можете. То есть, любовь ли это у вас? Вот. Мне думается, что если вы не можете человека принять больше, если вы, ну, раздражаетесь, если вы чувствуете, что, что так вот быть не может и не должно, то, соответственно, вряд ли это любовь, потому что любовь — это принятие человека. Полное. С другой стороны, если вы видите, что ревность причиняет вам откровенное неудобство, если вы видите, что ревность доставляет вам дискомфорт, то, соответственно, мужчине нужно просто-напросто порекомендовать, причём самостоятельно порекомендовать обратиться к специалисту. Ну вот, от него же, грубо говоря, абстрагироваться, да, то есть, ну, ревнует-ревнует, вы делаете то, что считаете нужным самым. Стану. Вот. На мой взгляд, это справедливо. На мой взгляд. То есть, вопрос ревности — это вот такая история. Дальше. Значит, что касается родителей, то с родителями вообще отдельная история. Я не очень вообще понимаю, какое дело родителям до всего этого, почему вы встречаетесь тайно, откуда такое непринятие вообще своего выбора из себя. Вот. Откуда такая зависимость от родителей всего и с вашей стороны. И я, собственно, могу сказать, что если вот ситуация у вас складывается так, то я полагаю, что понимаю, почему вы сделали такой выбор. То есть, выбрали именно такого мужчину, скорее всего, потому что вы в чём-то похожи, у вас у обоих есть неуверенность, у обоих есть созависимость. И оба вы стремитесь, скорее всего, к некому слиянию друг с другом, да, то есть, растворению друг в друге. Вот. Но при этом избегаете истинной, настоящей эмоциональной близости. Вот. А ваши отношения завязаны на, ну, я бы сказал, на потребностях, потому что вы говорите, что не можете друг без друга, а это всё-таки немножко другое. Вот. То есть, с родителями здесь история такая, что, на мой взгляд, нужно всё-таки ориентироваться больше на себя, на себя, а не на родителей. И вам необходимо указать и для начала формулировать для себя, что для вас значит тот факт, что родители против. По какой причине вы приводите их реакцию, как аргумент в пользу того, чтобы вам, например, не встречаться? Именно по какой причине? Вот. Вот. Именно так вопрос и звучит. Далее. Отвечаю на ваш последний вопрос, который вы задаёте. Это вопрос, связанный с тем, что вам делать, да? Встречаться или нет? Вот. Здесь я бы хотел сразу сказать, что принимать решение нужно только вам двоим, а психологи здесь ни в коем случае не могут и не должны давать советов. Это не является правильным чем-то. Вот. Поэтому. Поэтому. Ага. Значит, смотрите. Если вы задаёте вопрос, почему я должна всё время поступать и я взрослый и я решаю, как мне воспитывать детей, да, свои, то вам не имеет смысла. Вам не имеет смысла вновь встречаться, потому что мужчина уступать не может и вы уступать тоже не хотите. Не хотите. Вот. Встречаться имеет смысл вновь только в том случае, если вы приняли какие-то решения. Если, например, мужчина там обращается за помощью по вопросу своей ревности, например. Если вы поменяли своё отношение, например, к вопросу воспитания детей и согласились бы с тем, что дети не ваши, не только ваши, но ещё и мужчины. Потому что он с вами. Это его дети тоже. И он имеет право высказывать свои соображения по поводу того, как их воспитывать. И вы, если любите его, ну, я бы сказал, обязаны, но это, наверное, было бы неправильно, уважением к мужчине было бы прислушиваться к тому, что он говорит. Вот. Ну и вообще, с точки зрения объективной реальности, да. Вообще-то детей нужно приучать к тому, чтобы они были самостоятельны. Вот. Если вы этого не делаете по какой-то причине, то у меня к вам, конечно, вопросы на этой почве. Вот. Вот. Если вы такой гиперопекающий родитель, то дети ваши будут не адаптированы к жизни и, к сожалению, это вызовет только ещё большие проблемы в их жизни. Учтите, пожалуйста, данный факт. Вот. То есть, понимаете, только если каждый из вас примет решение что-то делать, только в этом случае можно говорить о том, да, что имеет смысл встречаться. Имеет смысл вновь, как бы, быть вместе. Если никто из вас не готов что-либо делать, это никто из вас не готов предпринимать какие-то действия, шаги по... Ну, по движению навстречу друг другу, то лучше не стоит. Лучше не стоит. Но при этом обязательно стоит посмотреть на свои желания. То есть, чего я хочу. Что мне нужно. Вот. Я полагаю, что это... Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Вот. Я отдаю себе отсчёт в том, что, возможно, вам неприятно это слышать. Возможно, это... Не тот... Эм... Ответ, который бы... Который бы вы... Эм... Хотели бы... Эм... Значит... Получить. Но я надеюсь, что вы... Эм... Постарайтесь... Сделать выводы. Вот. Я надеюсь, что... Вы... Примете... Какие-то... Решения. Вот. Уже. Да. И... Соответственно, исходя из... Этих решений. Уже будете... Эм... Дальше... Эм... Эм... Формулировать... Свою модель поведения. 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 Вот. Ну и всё обязательно. Эм... Коррекция. Коррекция. Взаимодействие с детьми. Корректирование. Эм... Взаимоотношение с родителями. Корректирование. Пересмотр своей модели женского поведения. Вот. И... Пересмотр своей позиции по отношению к другому. И снятие противоречий. Эм... На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались... Эм... Вопросы. Дополнительные. Вы можете... Задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился... Мой ответ. Эм... Я буду благодарен. Если вы... Сделаете его... Лучшим. А я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Подписывай. Продолжение следует.